Почту круга рейсом. Отныне посылки и письма в труднодоступные населенные пункты будут приходить быстрее. Это стало возможным благодаря дополнительному соглашению Почты России с Наринмарским объединенным авиаотрядом. Теперь почтовые отправления развозят по совмещенным маршрутам. Сегодня две тонны корреспонденций доставили в Нижнюю Пешу и Ому. Репортаж Алины Ваучейской. Где-то на Большой Земле почтовые чартеры вполне привычное явление. Посылки, письма и другие грузы возят целыми самолетами. Ну а здесь, в заполярной глубинке, доставка корреспонденции выглядит именно так. Причем здесь ждут прилет каждого такого рейса. Почему? Ну, например, на этом трудяге полярной авиации в Ому привезли продукты, в основном это бакалея, бытовую химию, игрушки и, конечно, подарки к Новому году. Все это местные жители заказывают на различных интернет-сайтах. Дешевле, да и ассортимент побогаче, чем в местных торговых точках. Десятки коробок и свертков аккуратно перемещают из вертолета на землю. Грузовых автомобилей в селе немного, а потому вывозить ценные и долгожданные посылки будут несколькими партиями. Пока идет разгрузка вертолета, ознакомимся с начальником почтового отделения Омы. Мария Конюкова лично контролирует процесс разгрузки. Говорит, начиная с сентября, это уже третий чартерный почтовый рейс в Ому. Запросы потребителя растут. В основном все у нас будут посылки с интернет-магазинов. Большой поток в последнее время стал, стало популярно. Бесплатная доставка спасает с этих интернет-магазинов. Поэтому сейчас большой объем, плюс черные пятницы, конец года. Соответственно, очень много, поэтому необходимость таких чартерных рейсов каждый месяц. Следующая точка в маршруте – Нижняя Пеша. Этот куст, кстати, в числе самых активных пользователей услугами интернет-магазинов. Рейсы, зафрахтованные почтой России, отправляются сюда достаточно часто и выполняются в основном на вертолетах Ми-8. В зависимости от того, в какой населенный пункт мы летим, мы можем взять в пределах двух тонн груза, если при полной заправке. Вот как раз в этом рейсе у нас получилось две тонны, то есть 900 килограмм сюда и 1100 в Ому. Программа доставки почтовых отправлений отдельными бортами стартовала в феврале 2020-го. Из-за постоянного роста объемов посылок и грузов Почта России заключила соглашение с Нарьинмарским объединенным авиаотрядом. И сначала чартерные рейсы отправлялись на один населенный пункт. А уже в ноябре появилась возможность выполнять так называемые кругорейсы. Кругорейсы нам уменьшили срок хранения, нахождения посылок в нашем сортировочном центре. То есть, если обычно нам для того, чтобы накопить нужный объем, там, тонна или две, в зависимости от борта, на каждой деревне одну, нам нужно было примерно месяц-полтора, а то и два. Есть деревни, на которых мало заказывают, но накопить все равно нужно. Сейчас эти кругорейсы уменьшили срок где-то до двух, до трех недель максимум. С появлением почтовых рейсов удалось разгрузить и сортировочный центр Нарьинмара. За период действия программы уже выполнено более 60 чартеров. Самыми активными потребителями стали жители Амдермы, Ость-Кары, Индиги, Шойны, Неси, Омы и Нижней Пёши. Алина Ваучейская, Вадим Стасюк, телеканал «Север», Ненинский автономный округ.